Ближайшие выходные в городском округе Люберцы будут по-настоящему летними. По прогнозам синоптиков, температура к концу недели превысит отметку плюс 30 градусов. Такая погода сохранится в Москве и области и на следующей неделе. Как подготовиться к палящему солнцу, узнали мои коллеги. Побольше жидкости надо пить, одевать головные уборы. Ну вот, женщины, бабушки правильно одеваются. Что-то легкое, несинтетическое на себя. Пьем холодные напитки, едим мороженое, прячемся. На пляж поедем? Да, скорее всего. Ты будешь спасаться от жары там. Методы спасения от зноя у каждого свои. В такую погоду, особенно в полдень, лучше оставаться дома. Но если выход на улицу в пик жары неизбежен, стоит не забывать про головной убор и защитный крем. Находиться под палящими лучами солнца врачи советуют не дольше 20 минут. В особой зоне риска обладатели большого количества родинок и пигментных пятен. 50 на 50, то есть может возникнуть, конечно, риск возникновения злокачественных образований кожи. Поэтому нужно обязательно пользоваться солнцезащитными средствами, наносить их на кожу. Закрывать кожные покровы одеждой, головной убор обязательно должен быть. В принципе, всем опасно находиться под палящим солнцем, особенно детям до трех лет. Это явно противопоказано. Любителям принимать солнечные ванны тоже стоит быть поосторожнее. Безопасное время для загара – рассветные и закатные часы до 10 утра и после 16 вечера. Иначе есть риск получить серьезные ожоги или солнечный удар. Чтобы лето было в радость, нужно руководствоваться этими простыми, но важными правилами. И помнить, что у природы нет плохой погоды. Мне любая погода хороша. Вот любая. Пусть даже это жарко, пусть даже это холодно. Главное – одеться по сезону и быть довольны любой погодой.